Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вновь приветствую вас в нашей телевизионной школе рисования. И сегодня мы с вами должны освоить живописными средствами тему народных выступлений. Ну, если хотите, народных восстаний. Субтитры создавал DimaTorzok в дюне 1962 года. И чтобы подступиться к этой теме, нужно, наверное, выводить какие-то общие причины народных волнений. А причины, конечно, это прежде всего экономические, тяжелые материальные положения рабочих. И потом, впоследствии уже, осознание своих законных гражданских прав и гражданских свобод, за которые они стали выступать. И, как правило, экономические требования потом сменялись уже требованиями политическими. Трагедия 9 января 1905 года, как пролог первой русской революции, пролог уже грядущей революции и смены власти, и смены режима в России. И мы можем посмотреть, как живописными средствами эта тема решается, например, у Иванова Сергея. Вот, в частности, бунт в деревне – тема народного гнева, народного выступления и расправы со стороны правительственных войск. Или расстрел, или вот, если мы посмотрим того же испанца, Франсиска Гоя, то расстрел повстанцев, посмотрите, как ярко, четко всплывают силуэты. С одной стороны – борцов за свободу, а с другой стороны – карателей. Зловещие тени, зловещие силуэты. И как живописными средствами решается это. Ну, вот мне, например, импонирует, нравится работа Марка Шагала «Революция», работа 1937 года. Тоже можно посмотреть ее как образец, компоновки огромных масс людей, где каждый человечек, каждая фигура что-то из себя представляет и демонстрирует. Демонстрирует некое социальное действие. Вот работа Анри Руссо «Война» 1894 года нам обнажает тему смерти в неких таких символических, аллегорических образах. Потому что во всех этих случаях, которые я перечислила, были убиты и были ранены люди. То есть были жертвы. «Кровавое воскресенье» 9 января. Сначала это было мирное шествие, и ничего не предвещало таких жертв. «Шли к царю мы с челобитием, а ушли с кровопролитием. Царь-отец перед дворцом угостил народ свинцом». Вот так об этом вспоминается в куплете. Но царя-то и не было в Петербурге. Он был в царском селе. И поп Гапон, Георгий Гапон знаменитый, он не верил в то, что войска будут стрелять в народ. Но, тем не менее, трагедии не удалось избежать. И более того, в Петербурге бастовало огромное количество предприятий и несколько сот тысяч рабочих. Но Ленский расстрел случился на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в районе Бадайба, город такой на притоке Лены. И, естественно, что там тоже бастовали против того, что рабочим нельзя было подрабатывать, что плохо питались, что хотели восьмичасовой рабочий день. Но Черкасский расстрел уже при Никите Сергеевичу Хручеве случился потому, что понизили расценки в тот момент, когда цены на продукты питания выросли. И знаменитая фраза директора завода Курочкина, который сказал, вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером. Вот она вошла в историю. Митинги, негодования, но солдаты, которые прибыли, стали стрелять в народ. Более того, защищникам потом вынесли смертные приговоры. Вот можно открыть учебники истории, почитать эти факты более подробно. Мы должны с вами в такой исторической теме выбрать какую-то доминанту. И причем применить некий новый прием. Вот какой это прием, я сейчас вам скажу. Но, во-первых, я хочу сделать картину в картине. То есть я возьму расстрел 9 января 1905 года, эту картину Иванова, и помещу ее... Можно, конечно, взять постер хороший, красивый, живописный, и наклеить на холст или поместить в центр. Но вот в данном случае я сделала распечатку, и черно-белый вариант поместила сюда. Здесь мы видим с вами вот жертву, достаточно одной жертвы. И там залпы орудий, какое-то ощущение по трагедии, пустоты и вот этого революционного напряжения, предреволюционного напряжения. А вот это поле моей бумаги, здесь мы с вами должны поместить уже героев нашей картины. То есть мы создаем здесь свою версию народной трагедии, расстрела, мирные демонстрации. И тема здесь – социального протеста, жертвы во имя справедливости, идеи утверждения ненапрасности жертвы и народного возмущения против такого своего рабского положения. И вот как я подступилась к этой теме. Ну, конечно, я изучила имеющиеся фотографии и посмотрела, вот в частности, я бы могла, конечно, распечатать работу «Ленский расстрел» Тулина, да, 1912 года, также поместить ее, допустим, в центр композиции, а дальше уже раздвинуть пределы этой картины и сделать ее концептуальной. То есть, может быть, осовременить, может, ввести каких-то еще новых героев. Но я этого делать не стала, а взяла вот другую картину и стала изучать фотографии. И, собственно говоря, вот сделала такую вот графическую работу. Здесь у меня абрисы, силуэты вот этих фигур, да. И я должна здесь найти вот эти ритмы, значит, вот силуэты, да. Но это вот больше, конечно, похоже на «Ленский расстрел», потому что здесь вот деревянные дома здесь у нас. Но мы с вами должны в нашей картине к этим силуэтам, к этому силуэту, лежащему там на площади в Петербурге, мы знаем, что там восстание происходило в разных частях города, должны добавить еще очень такие яркие выразительные силуэты. Как бы других жертв, других восстаний за справедливость. Как мне кажется, вот это ритмическое сочетание ног, рук, тел в этой работе найдено. Более того, я просто еще стала немножко смещать эти фигуры по отношению друг к другу. Зачем? Затем, чтобы у меня получился более выразительные вот эти силуэты обнажить. И расстояние между фигурами тоже подвигать, больше-меньше сделать. Это я, так сказать, вам рассказываю сейчас о работе, которую проделала предварительно, перед тем, как прийти к какому-то композиционному замыслу. То есть выявление пластического мотива, поиск ситуации и режиссуры важен в картине, а не лобовое какое-то подача исторического сюжета, не лобовое прочтение. Вот здесь я стала делать цветовое решение. Вот посмотрите, это цветовое решение Ленского расстрела. Вот еще апрельский снег здесь лежит, да, уже подтаявший. Здесь какие-то видны из сугробов там силуэты. И тоже ритмическое чередование уже цветных пятен идет, да. Ну вот, на основе вот этих вот эскизов уже я подумала, что эскиз я поставлю вот прямо перед собой, вот так вот, и буду на него смотреть, на этот эскиз, чтобы уже в окончательной работе что-то поменять, а что-то оставить неизменным. Вот я поставлю прямо перед собой. И здесь нам уже вот в таком большом варианте важно что? Нам здесь важно, значит, мы продлеваем эту перспективу улицы, да, продлеваем эту перспективу этих питерских домиков, которые примкнули друг к другу плотно, да. И мы видим, что здесь только даются... Они как немые свидетели трагедии эти дома. Не все окна прописаны. И здесь там, возможно, наслоение этих домиков. И здесь мы их тоже ставим в ряд, эти домики. Вот так вот ставим в ряд. И, может быть, здесь там пойдет какой-то вот мостик. Мостик там через мойку или через фонтанку, через обводный канал. Это неважно. В конце концов мы делаем такую синтетическую работу. Здесь у нас может быть, вот, так сказать, булыжная мостовая. И мы сразу с вами можем вспомнить работу Шадра, скульптуру булыжника орудия пролетариата, да. Вот, во всяком случае, такое мощение дадим, да. Вот, видите, я сочиняю на ходу здесь мощение. И, конечно, вот здесь, видите, срез фигуры. И мы ее можем здесь, вот, эту фигуру пока что схематично распластанную дать. Может быть, даже вот с этим там камнем. И, соответственно, нам важен этот ритм сейчас найти. Вот я здесь на мостовой нарисую вот эту группу, которую я в эскизе нашла, да. Вот уже фигуры рабочих, которые раненые либо убиенные лежат. Вот это, так сказать, там сапоги, это с эскиза я делаю, да. В изначальной работе в эскизе, конечно, даже один человек погибший – это трагедия. А тут, когда вот груды тел, да, то есть то, что недорисовал художник, да, массовость этого убийства, этих карательных мероприятий. Вот что. И здесь, значит, вот там у нас здесь огонь, 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 правительственные войска, да. Вот ощущение трагизма вот в картине Иванова – это бегущая собака от выстрелов, да. И здесь вот так вот мне кажется, что вот ритмически здесь вот связано с этой картиной. Ну и, соответственно, я хочу продлить, хочу сделать еще одну фигуру вот здесь вот. Вот, может быть, по этой вот оси здесь вот фигура тоже лежащего рабочего. Значит, это был на разгон демонстрации. Вот остались здесь только лежать трупы, и остальные разбежались. Хотя шли с иконами и верили, что их услышат и требования их выполнят. Вот я массовость этих жертв здесь создала эту историю, да. Ну и, конечно, здесь у нас могут быть еще большие там дома в Питере. Я имею в виду там пяти, ну, какие-то рабочие, может быть, окраины там видны, выборской стороны. Ну, вот мы с вами сделали этот эскиз, а теперь нужно усилить это впечатление от темы. И каким образом? Ну, вот я хочу ввести сюда черный, серый и красный. Причем вот так минималистически, то есть немного этого цвета. Черный, белый и красный. Вот, ну, естественно, что черный и серый, это могут здесь быть, во-первых, продлить вот эту вот картину и мостовую. А красный – это цвет крови, трагедии в данном случае. Ну, вот такая идея, как можно решать тему картина в картине. Здесь по пятнам нам нужно, чтобы с этой работой тоже связалась. И еще не просто по пятнам, а еще здесь вот, видите, я ввожу цвет охры и желтых классицистических там зданий Петербурга. Но сама тема народных выступлений, она здесь обобщенная. Здесь имеется в виду и Ленский расстрел, и 9 января 1905 года, и, соответственно, черкасские события 1962 года. То есть здесь вот по пятну как раз все сейчас встанет на свои места. Я возьму побольше кисть. Ну, многие сейчас художники, в принципе, вот используют такой прием, когда пишут свои работы. Можно здесь какие-то расшитые рубахи нарисовать, если тщательнее сделать. Можно иконы, с которыми шли рабочие. Да, после этого события, конечно, пошатнулась вера в царя, в царя-батюшку справедливого. И действительно, революционеры, они получили шанс быть услышанными и поддержанными. Ну, вот, собственно говоря, тоже передо мной этот эскиз, вот он по цвету, где-то вот я беру эти оттенки розового и... Ну, здесь вот, как мы уже с вами говорим, то у нас будут залпы. Ну, вот как-то так вот. Конечно, можно перенести на холст и там более тщательно прописать. Опять-таки, можно использовать там старые фотографии, документы. Но вы должны, конечно, распределить это по пятнам, чтобы не было загромождения. Нагромождение этих тел, чтобы как-то читалась основная идея, да, там какие-то вот, как написать эти тела убедительно. Либо здесь вот так же силуэтом, как сделал художник. Конечно, интеллигенция очень была встревожена, не просто шокирована этим событием, да. Тот же Серов вышел из Совета Академии художеств в знак протеста. И Серов писал там тоже эскизы на эту тему «Кровавое воскресенье» и на тему «Ой, вы солдатушки, браво, ребятушки, где же ваша слава?» И возмущению не было предела. Ну вот я здесь... Рисуете. Ноги. Сапоги. И, конечно, не забывая о том, что это все было на площади, и здесь брусчатка. Можно, кстати, сюда заехать, дать этого цвета, чтобы обобщить работу. Ну, где-то дать разводы тела. Ну вот я, видите, схематично эти сделала, так сказать, тела убиенные, ненатуралистично. Мне кажется, так будет гуманнее и убедительнее. И, конечно, ну, я просто вот здесь, наверное, намечу. Ну, может быть, чтобы эта картина, она тоже вошла, но оно, может, не такое ликующее будет. Нужно добавить им еще цвета. Да, цвета нужно добавить еще. Ну, как мне кажется, вот тема народных выступлений от замысла, от его исторического прочтения через графическое, а потом живописное решение, и, в конце концов, через работу Иванова, который был свидетелем этой трагедии, через прочтение документов, мы вот с вами здесь ее решили. И это самое главное. Это самое главное. Вот. Дорогие друзья, мы с вами сегодня посмотрели прием, как можно делать композицию «Картина в картине» на историческую тему. И я надеюсь, что это поможет в вашем творчестве. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.